Самый обыкновенный зонт от дождя стал неофициальным символом Фанбара 2012. Хотя слово необыкновенный в контексте Фанбара совсем неуместно, потому что такого количества расцветок, форм, размеров, механизмов открытия и закрытия, логотипов, которые нанесены на ткани во основу зонтов, мы еще никогда в своей жизни не видели. Но так уж случилось, что авиационное шоу, которое проходит в Лондоне, и, как правило, сопровождается нехарактерной для Лондона жарой в нынешнем году, проходит под пасмурным, характерным для Лондона небом и под аккомпанемент лондонского дождя. В эфире корпорация ВСМП «Ависма». Здравствуйте! И у нас есть зонт с логотипом корпорации ВСМП «Ависма». Дернул черт нашу съемочную группу два года назад посожалеть о том, что, побывав в Великобритании, на Фанбара 2010 мы так и не почувствовали прелести и традиционной погоды Туманного Альбиона. Не Туманный Альбион так назывался репортаж из Лондона, который встретил журналистов при службе ВСМП два года назад 30-ти градусной жарой и голубым небом без единого облачка. На этот раз Фанбара, деревеньки, где с 1948 года проходит международный авиасалон, доставалось по полной программе. Дождь принимался с периодичностью один раз в час и изобильно поливал округу. Но что жара в 2010, что дождь в 2012 году, ничто не могло испортить наших впечатлений от популярнейшей в мире авиастроителей выставки предместия Лондона, как и от самого Лондона. Снова начинается дождь, и поэтому я очень быстро расскажу вам о том, что самое интересное на любом авиационном салоне происходит на ледном поле. Летное поле Фанбара-2012 находится за моей спиной, и здесь разворачиваются действительно впечатляющие события. Но самое интересное из всего самого интересного происходящего на ледном поле Фанбара-2012 это полеты 380-го аэробуса. Различных моделей Боингов, гражданских и военных вертолетов, истребителей и, о ужас, бомбардировщиков. Но, слава Богу, мирного назначения. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но у представителей ВСМПО совсем не оставалось времени для того, чтобы лицезреть на небесное шоу. Дни Фанбара были весьма насыщены событиями. 9 июля запланировано 15 встреч, 10 июля 13 переговоров, 11 июля 16 встреч. Но, как и на любой другой международной выставке, реально количество переговоров возрастает раза в два. Плюс небольшие консультации пришедших на стенд заинтересованных товарищей и даже конкурентов. И тем и другим было, что увидеть новенького на стенде корпорации ВСМПО АВИСМА. Кое-что новостью было и для нас. Отъехав от родного предприятия на расстоянии в 4,5 тысячи верст, мы впервые увидели титановую штамповку, которую нигде в мире, кроме ВСМПО, не производят. Впервые на международном авиасалоне был выставлен «Кантиливер» – часть конструкции крепления шасси к крылу одной из моделей аэробуса 350. Новая штамповка весит чуть более полутонную. А вот самые легкие авиационные изделия салвинского «Титана» – лопатки – были частью демонстрационной экспозиции предприятия «Пермские моторы», генеральный директор которого Алексей Михалев открыл череду официальных визитеров в павильон корпорации ВСМПО АВИСМА. Причем встреча генеральных директоров двух уральских предприятий «Пермских моторов» и ВСМПО завершилась подписанием масштабного контракта. Договор достаточно объемный, он очень сложный, как с точки зрения коммерческой, так и с точки зрения юридической. Мы постарались в этом договоре отразить весь опыт нашей совместной работы, а работы мы уже не первый год. Сколько есть ПМЗ, сколько работает ВСМПО, все время мы работали вместе. Поэтому была проведена очень большая, я считаю, очень качественная, плодотворная работа. Мы попробовали в течение этого года самые разные способы оплаты, поставки, заявки, контрактации и так далее. Я считаю, выбрали оптимальный для предприятий вариант. И так вот сложилось, можно сказать, календарно, что на Фарнборо все, как говорится, совпали интересы и появилась возможность вот этот подписать контракт. Тем более, что мы являемся тут и на стендах с соседями. И от одного стенда до другого перейти, тут уже гораздо меньше расстояния, чем из Перми доехать до Верхней Салды. Алексей Борисович оказался абсолютно прав. Расстояние от Перми до Верхней Салды значительно больше, чем между павильоном ВСМПО и выставочной экспозицией пермских моторов. Наши штамповки находятся буквально рядом с макетом знаменитого двигателя ПД-14. Теперь гарантировано три года. Для этого супер двигателя мы будем поставлять Салдинский Титан. Первый контракт репарации на нынешнем авиасалоне, скрепленный подписями, печатями и бокалом шампанского, стал классическим воплощением в жизнь поговорки «Хорошее начало – половина дела». Все наше дело на нынешнем авиасалоне оценивалось в 1 миллиард 400 миллионов долларов. Именно на такую сумму корпорация планировала заключить контракты во время работы выставки. Все планы выполнены до цента, о чем сообщил аккредитованным в Лондоне журналистом генеральный директор корпорации Михаил Воеводин, включивший в свой рабочий график Фанбора интервью нескольким российским и зарубежным средствам массовой информации, в том числе и при службе ВСМПО. Вечера озвучили такую приличную цифру, больше миллиарда долларов, общая сумма подписанных, уже подписанных и в будущем подписанных контрактов. Можно это считать таким зонтиком, зонтом, от всяких кризисов. Можно выполнять договоренности, и, как говорят молодежи, и курить себе, и расслабиться, и не искать новые рынки сбыта, и не искать новых партнеров. Ну, миллиард долларов на ближайшие 3-5 лет красота. Знаете, что миллиард долларов – это звучит очень хорошо, особенно, когда сравниваешь его со своей зарплатой. А если посмотреть на наше предприятие, миллиард долларов – это меньше, чем годовая выручка завода. Поэтому миллиард долларов – это очень мало, для того, чтобы называться зонтиками. Чтобы был зонтик, это должна быть гарантированная работа на 10 лет. 10 лет – минимум полтора миллиарда, это минимум 15 миллиардов. При том, что мы понимаем, что у нас во всех контрактах прописаны минимум и максимум. То есть и минимум от максимума может отличаться в разы. И поэтому, когда кризис… Мы все с вами пережили в 2008 году, когда производство взяло и упало на 40%. Это при наличии контрактов. Если бы не было контрактов, оно бы упало на 80%. С контрактами упало на 40%. Но всем было тяжело и всем было плохо. Поэтому не бывает зонтиков. Надо работать, надо работать с точки зрения производства, надо работать с точки зрения продажи. Когда это все работает и мир развивается, мы живем хорошо. А вот как вы объясните, Михаил Ильич, ведь мы не авиастроители, да? Мы поставляем так полуфабрикаты. И тем не менее, на нашем стенде не было даже минуты, чтобы не было посетителей. Как правило, аншлаг. Причем люди так плотно стоят, все стараются потрогать наши штамповки. Вот в чем интерес? Как вы думаете? Ну, посетители выставки – это совершенно разные люди. Есть люди, которые вообще не связаны с авиацией. Есть люди, которые любят авиацию. Есть инженеры, которые ходят, смотрят. У нас достаточно красивая и такая наглядная экспозиция. Как раз я с меньшей вероятностью предположу, предположу, что будет стоять один из наших заказчиков, тот же, я не знаю, Гудрич или Месье Даути или Боинг и Эрбас, и разглядывать наши штамповки. Потому что как раз наши действующие заказчики все о нас знают. И все эти штамповки видят и у нас на предприятии, и у себя на предприятии. То есть те, кто глазеют на наш стенд, грубо говоря, это, скорее всего, не наши заказчики. Это или наши будущие заказчики, или просто любопытствующие. Но достаточно долгое время на нашем стенде находилась компания, наш главный конкурент по штамповкам, насколько мне известно, это компания «Дюваль». Причем они, кто-то из них заснял на телефон весь ролик, который идет у нас. А чушь контуриенты у нас делают? Причем они же в комнату переговоров заходили с нашими сотрудниками. Да это даже нехорошо. Альберт «Дюваль» – компания хорошая, интересная. Я бы даже сказал, что у нас есть некоторые дружеские отношения с руководством этой компании, у меня лично. Они приличные, хорошие люди. А то, что мы где-то конкурируем, это же хорошо. Конкуренция – это двигатель прогресса. В результате мы получаем лучшую продукцию, с лучшими качествами, по более конкурентоспособной цене. Поэтому это хорошо. Юрьевич, каким аспектом вы будете вспоминать «Фанбара-2012», сравнивая, допустим, с другими авиавыставками? Если сравнить с последними двумя выставками, это то, что хорошая погода. В смысле, она плохая, поэтому для участников выставки она хорошая. Потому что не очень жарко, и идет дождь. И все-таки на «Фанбара-2012» кроме зонта нам потребовался еще один летний аксессуар – солнцезащитные очки. Потому что в разгар выставки темно-свинцовое небо, мгновение ока, даже не в секунду, а в какое-то мгновение, превратился в голубой небесный простор. И выглянуло солнцем. «Фанбара-2012» все-таки обогрелось лондонским солнцем. Впрочем, большая пресс-конференция российской делегации состоялась бы в любую погоду. Журналисты создавали здесь настоящий аншлаг и не обошли вниманием корпорацию Сэмпуа-Висма. Вопрос, адресованный Михаилу Воеводину, касался продвижения изделий из титана в новые проекты авиастроительных гигантов. «Да, в рамках салона 2012 у нас планируется ряд подписаний. Сегодня уже, как это не смешно будет звучать, был подписан первый долгосрочный контракт с российской компанией «Пернский моторный завод». Нам пришлось приехать в «Фанбара», чтобы подписать внутрироссийский контракт. Далее планируется подписание контракта с компанией «Боинс», с компанией «Месье Бугатти Даути». И такой абсолютно новый для нас заказчик из Китайской Народной Республики в Сэмпуа-Висма начинает участвовать в программе «КамА-919», поставляя сразу штамповки и штамповки с механообработкой для крыльев нового китайского самолёна. Такой достаточно революционный десятилетний контракт. Кроме этого, планируем подписать еще несколько, порядка четырех или пяти контрактов, работа над которыми до сих пор продолжается. Общая стоимость этих контрактов, я думаю, превысили 300-400 долларов. Пожалуй, вопрос о перспективах корпорации ВСМПуа-Висма был одним из немногих с так называемым позитивным подтекстом. Наших коллег из международных агентств больше интересовало, а где русские витязи, заявленные к участию в авиашоу, но так и не прилетевшие в Лондон. Ответ вызвал разочарованный гул в зале пресс-центра. Два российских Су-27 не приняли участие в выставке из-за задержек с оформлением необходимых документов. Заминки помешали выполнить формальные, но строгие правила по прохождению процесса допуска самолетов к авиашоу. Поклонников российской авиации ждало еще одно огорчение. В небо фан-бароне взлетел Суперджет-100. Но, признаемся честно, когда демонстрировали свои возможности аэробусы и Боинги, было чувство, что вроде как наши летят. Объективная основа в таких эмоциях есть. Все большее число моделей самых разных самолетов комплектуются изделиями из Салдинского Титана. Контракты, переговоры, соглашения, беседы, технические консультации, конференции. Для сотрудников служб маркетинга все это будничные мероприятия. Однако, международный авиасалон это всегда праздник. Праздник, который для нас, журналистов провинциальной пресс-службы, вновь преподнес двойную дозу впечатлений. Плюсом к увиденному на выставке добавились восторги от степенного и роскошного Лондона. Лондон, Париж Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Глядя на наш сити, можно обратить внимание, что, во-первых, здесь чистота, уважение друг к другу, порядок и все ремонты, которые происходят, те же дороги. Я не знаю, есть у них конкурсы или нет конкурсов, но они проводят в тот момент, когда именно яму надо залатать. Это раз. Второе. Смотрим на ремонт домов. Вот с обратной стороны. Закрыто все, прекрасно все, да. У частного сектора, старая добрая Англия, какая у нас, маленькие домишки, но ремонт, если идет, он идет за забором. То есть все материалы находятся за забором. До забора, до красной линии, как у нас называет архиектор, ничего нет. Поэтому это был положительный момент для того, чтобы что-то продвигать и в верхней Салде. Ну, то есть будем стремиться и в этом направлении догонять наших зарубежных партнеров. Обязательно, обязательно, обязательно. Самое вот такое, если три каких-то впечатления от поездки? Это город, это выставка, и погода. Ты помнишь, ты помнишь, ты помнишь, ты помнишь. Лондон, Бариж, прежний ветвий кикры, Субтитры подогнал «Симон» 27 июля, то есть завтра в Лондоне, откроются летние Олимпийские игры. Но в дни нашей командировки в столице Великобритании мало что напоминало о предстоящем событии. Лондон в третий раз будет принимать Олимпийские игры. Но вопреки нашим ожиданиям, огромного количества плакатов, лозунгов или приветствий будущим олимпийцам мы в Лондоне не обнаружили. Единственный большой пиар-проект это часы, которые сейчас находятся за моей спиной. Часы, которые отсчитывают точное время до открытия Олимпиады. Шестиметровое электронное табло установлено в пяти минутах ходьбы от Биг Бена. Часовой башни и самого узнаваемого шпиля Туманного Альбиона. Колокол которого уже полтора века отсчитывает минуты, часы и дни. Биг Бен так красив, что находясь рядом с ним мы были абсолютно уверены, время, отчитываемое этим часовым механизмом, не может не быть счастливым и успешным. И что даже самые беспросветные тучи с лондонского неба исчезнут и солнце зальет улицы самой западной столицы Европы. Закончился лондонский дождь и закончилась наша командировка. Новый рабочий день в Лондоне расцвечен ярким солнцем. А наш новый рабочий день начнется уже в Верхней Салде, где нас ждут рабочие будни, в которых всегда будет место воспоминаниям о Фанборо-2012. Воспоминаниями о Лондоне-2012, который, несмотря на проливные дожди и свинцовое небо, был, как всегда, гостеприимным и доброжелательным. Оставался городом, в который всегда хочется вернуться. Именно поэтому вчера мы бросили несколько монеток в Темзу. Ну а пока мы с удовольствием возвращаемся в Верхнюю Салду. КОНЕЦ